В США набирает обороты скандал вокруг так называемого русского досье Трампа. После того, как журналисты разузнали, кто заказал и оплачивал компромат на американского президента, и главное, зачем это было сделано, многие возмущения. Демократы всячески пытаются показать, что ни при чем, Хиллари Клинтон недоступна, но вот сам Дональд Трамп молчать не стал, назвав все ни много ни мало позором. Из США репортаж Юлии Ольховской. Ничего не знали, никакого отношения к компромату не имеем. Лидеры демократов теперь пытаются всячески откреститься от скандального досье, которое спонсировал штаб Хиллари Клинтон, и которое бросает тень на всю партию накануне промежуточных выборов в Конгресс. Поскольку сама бывшая кандидат в президенты затаилась и не выходит на связь с журналистами, объясняться приходится ее соратникам-демократам. Как отмечает New York Times, пресс-секретарь Национального комитета демократической партии попытался дистанцировать партию от обвинений, отметив, что ее нынешний председатель Том Перес был избран уже после президентских выборов в прошлом году. Он и его команда не взаимодействовали с компанией Fusion GPS. Эта компания и составляла скандальное досье, в котором утверждается, что Трамп действует в интересах Кремля, поскольку у Москвы якобы есть некий компромат на президента США. Причем заказ на досье поступил еще за 7 месяцев до выборов. От соратников миллиардера, республиканцев. Они, в общем-то, конечно, забеспокоились, потому что он же говорил, что он совершенно изменит политику, что Америка больше не будет указывать всему миру, как нужно жить. И самое страшное в их понимании, что он собирался наладить отношения с Россией. Поэтому для них это было совершенно недопустимо. Теперь республиканцы требуют наказать демократов. И лично Клинтон, называя ее в заявлении, размещенном на официальном сайте партии, в жуликоватой. Известно, что компромат на Трампа собирал бывший британский разведчик Кристофер Стилл. Правда, после того, как его имя всплыло в прессе, британец в прямом смысле слова исчез. Через несколько месяцев столь же неожиданно появился перед телекамерами, произнеся три словно заранее заученные фразы. Я сейчас собираюсь сфокусироваться на поддержке интересов нашей компании здесь. Я бы хотел поблагодарить всех, кто поддерживал меня последние недели. Просто добавлю, что больше не буду делать никаких заявлений и не буду давать никаких комментариев. Кто же такой мистер Стилл, опорочивший американского президента по заказу Клинтон? Пытается понять западная пресса. Его имя связано с несколькими громкими скандалами. Издание Times, например, выяснило, что Стилл 20 лет работал на Ми-6 в британском посольстве в Москве, а также вел дела с Александром Литвиненко, беглым агентом ФСБ, перебравшимся в Лондон в 2000 году и скончавшимся от отравления полонием. В то время как британские журналисты пытались связаться с вдовой Литвиненко, сам Стилл инкогнито навестил американскую столицу. Кристофер Стилл приезжал в Вашингтон этим летом, чтобы дать показания Роберту Мюллеру, спецпрокурору, который ведет расследование о так называемом российском вмешательстве в американские выборы. Поездка эта, судя по всему, держалась в секрете. Американские журналисты узнали о ней только в этом месяце, благодаря своим источникам. Кстати, само скандальное досье, как сообщает агентство Reuters, тоже приобщено к материалам дела. Но учитывая, что документ назвали фальшивкой, американские спецслужбы оплатили за него, как теперь выяснилось, конкуренты Трампа, возникает вопрос, а на чем вообще строятся расследования и Конгресса, и ФБР, которые обвиняют в Москву в том, что вмешивалась в американские выборы? Давайте, наконец, перестанем использовать слово вмешательство. Теперь мы имеем свидетельство диверсии, саботажа политической системы. Демократы, участники компании Клинтон, использовали всю эту историю, чтобы подорвать доверие к Трампу и демократии в Америке. Это шокирующая история. Правда, возможно, так и не вскрылась бы, если бы участники специальной комиссии Конгресса не обратились в суд, требуя раскрыть данные о финансировании компании, которая готовила досье, и тем самым, по сути, прижав заказчиков к стенке. Об этом накануне заявил и сам Дональд Трамп. Демократы всегда отрицали это, но теперь, когда стало ясно, что дело может дойти до суда, им пришлось все рассказать. Да, они признали это, и им стыдно. Считаю, что они опозорились. Это очередной грустный, очень грустный пример того, как устроена политика в нашей стране. Трампа теперь цитируют едва не все американские СМИ. А каналу СНН, который наиболее рьяно разжигал антироссийскую истерию, приходится выворачиваться из неловкой ситуации. Аналитики пытаются внушить зрителям. Трамп ведь тоже не без греха. Якобы работавшая на него компания связывалась с Викиликс, чтобы обнародовать письма, компрометирующие Клинтон. Правда, эта история явно проигрывает по популярности скандалу с досье, виновницей которого стала сама Хиллари. Юлия Ольховская, Дмитрий Вишневой, Александр Боженкова, Первый канал, Вашингтон.